Привет всем, ребята! С вами Натали. Сегодняшний ролик у меня это тест новой тональной основы, которая у меня появилась совсем недавно. А именно у меня это CC-крем от бренда Lumine. Lumine мне вообще нравится очень косметика, у меня достаточно много всего от них, и я довольна качеством. Вот это у них достаточно новинка, называется Nordic Nude CC-крем, и здесь SPF 25. И вместе с вами мы сегодня его будем пробовать. Именно поэтому я и сижу сейчас без тона, уже подготовила свою кожу для того, чтобы наносить CC-крем. Поэтому не пугайтесь моих покраснений на щечках, они у меня есть абсолютно всегда, и это меня уже преследует, наверное, года три такая проблема. Кстати, этот CC-крем для всех типов кожи, как здесь написано. У меня это оттенок Fair Medium, 30 мл тюбик. Также мне очень нравится дизайн тюбика, смотрится все лаконично и очень даже мило. И сзади написано, что вот видите, две такие точечки из пяти. То есть, в отличие от тональных таких плотных основ, они нам не обещают перекрыть все полностью. Поэтому, наверное, где-то даже будет проступать либо веснушечка, либо родинка и так далее. Если вы хотите еще таких видео от меня, где я тестирую косметику, продолжаю пробовать на себе, особенно новинки, то обязательно ставьте лайк прямо сейчас. Ну и я больше не буду тянуть, мы переходим к тесту. Для нанесения крема я уже подготовила зеркальце, подготовила свою любимую кисть для тональных основ. Кстати, у меня это кисть Real Techniques, вот так она выглядит. Пользуюсь я ей уже давно и думаю, когда она у меня станет совсем плохенькая, я закажу ее снова, потому что эта кисть идеальная. Я наношу либо ей всегда тональные основы, либо пальчиками. Так, челочку, в стороночку и погнали. Значит, люминер понеслись. Очень удобный кончик у тюбика, как вы видите, то есть вы не переборщите с нанесением, можно прям такими капельками выдавливать, маленькими горошинками, это уже большой плюс. Я поставлю несколько точек, которые уже буду распределять кисточкой. О, вот так давайте сделаем. Видите, он белый, будто бы это просто крем, просто крем. Но сейчас, когда я начну его уже распределять кисточкой, вы увидите, как он начинает темнеть и становиться тональным. Не знаю, хватит, не хватит. Это еще не может. Совсем маленькими точечками выдавила, но много по всей поверхности лица. Итак, берем кисточку и начинаем наше распределение. Такое ощущение, как будто его вообще нет. Я чувствую, знаете, такое, будто, ну, увлажнение и холодок на лице. А в плане, что здесь что-то перекрылось, я пока что не вижу. Может быть, надо чуть-чуть побольше нанести. Сиси-крем имеет очень приятный запах. Я не знаю, с чем его сравнить. Я, конечно, не эксперт по сравниванию запахов, но у меня ассоциация с какими-то французскими духами. Ну, такой прям, как будто дорогой запах. Ну, приятный очень. То есть, ни каким-то ни конфетками, ни фруктиками, а вот именно такой какой-то дорогой он. Ну, что ж, вот эту сторону я нанесла. Сиси-крем, да, он совершенно не плотный. Он как бы покрыл эту часть лица такой легкой завесой, скажем. То есть, я, в принципе, все равно вижу вот эти вот свои покраснения, но уже не так явно. Будто бы немножечко это все заблюрили. Знаете, такое ощущение, как будто ничего не нанесено вообще. Но это, в принципе, плюс для тех, кто не любит летом там сильно краситься вот эти все плотные тональные основы. Мне кажется, вот это покрытие очень даже неплохое. И чувство свежести есть. То есть, я прямо его не ощущаю на лице, что что-то нанесено. Но я ощущаю, как будто я пшикнула лицо термальной водичкой. Но термальная водичка с примесью такой чуть-чуть маслянистости. То есть, очень приятное ощущение на коже. Эффекта маски вообще нет. Вообще. Ну, лоб я не так сильно обычно стараюсь тут нанести, потому что он у меня все равно всегда под челкой. Его очень удобно еще и наслаивать. То есть, я вот нанесла здесь такой небольшой слой. И нанесла еще чуть-чуть средства. Нету ни катышков, никакого скатывания. Нету вот этого ощущения слой на слой. И появляются какие-то бугорки. Нет, вообще ничего этого нет. Ну вот, ребятки. В принципе, я его нанесла. Что я могу сказать? Да, он как будто немного заблюрил мои недостатки, покраснения, пигментные пятнышки. То есть, вы видите, лицо выглядит очень естественно. Как будто на нем нет ничего. Вот как будто нет ничего. Но оно более такое идеальное стало, в отличие от, как вот я только начала. По ощущениям, тоже приятно. Вот эта сторона, которую я первую нанесла. Здесь уже все даже такое сухенькое. Вообще не липнет. Ощущения клейкости, чего-то такого нет. Сейчас досыхает еще вот эта вот сторона. И, собственно, все. Теперь я, наверное, немножечко припудрю лицо, потому что я без пудры вообще не хожу. Что ж, вот я немного припудрила свое лицо. И все, в принципе. Сейчас я, наверное, еще немножечко его проскульптурирую. Ну, совсем-совсем чуть-чуть. Потому что сегодня мне из дома выходить не нужно. Я целый день буду дома. Буду монтировать видео, снимать другие ролики. Делать дела по дому. Уборка, готовка. В общем, все в таком плане. Ну, а теперь давайте проверим, как этот CC-крем будет смотреться на мне через 2-3 часа. И что от него останется вечером. Я расскажу свои ощущения. Но сейчас я могу пока что сказать, что меня все устраивает. Он очень приятный, невесомый. И прям, ну, пока что я довольна. Давайте узнаем, что будет после. Не переключайтесь. Ну, что ж, ребята, прошло у меня примерно где-то 2 часа. Я уже позанималась делами по дому. Приготовила покушать. Немного даже полежала. Ну, не вздремнула, а просто полежала. И вот так выглядит сейчас мое лицо. С CC-кремом от Lumenem. Я сниму вам кожу поближе. Как видите, в принципе, да, видны поры, видна текстура кожи. Все это видно. Но, тем не менее, все равно лицо достаточно неплохо так выровнено, протонировано. Затонировано, скорее. Вот. Ведь блогер из меня такой, конечно. И, в принципе, меня очень даже устраивает, как выглядит это покрытие. Я прям смотрю на свою кожу вблизи. Вот так вот близко. Меня все устраивает. Как вы видите, ничего нигде не блестит, не жирнится. То есть, в принципе, кожа довольно даже матовая. Но в то же самое время выглядит все очень-очень естественно. Вот. Сейчас у нас время где-то уже шестой, наверное, час вечера. Посмотрим, что будет прямо-таки перед сном сегодня. Ну что же, ребята, время у нас уже 9 часов вечера. Уже 10-й час. Мы скоро с Валерией пойдем смотреть сериал. И потом будем баеньки. Поэтому мой тест подходит к концу. Так, как бы так встать. Я включила специальное освещение, чтобы вам показать свое лицо. Целый день с сисикремом от Флориаль я проходила. И у меня, знаете, такое ощущение, что ничего не изменилось. Он как у меня был, так и есть. Сейчас я возьму зеркальце и оценю. В принципе, знаете, нигде пробелов никаких не появилось. Я занималась делами по дому и снимала еще другой ролик. Немного даже успела полежать. Смотрите, сам прикол, что да, нигде не стало никаких проплешин, никаких дырочек, ничего. Также не выступил кожный жир. Ну, как знаете, бывает, под конец дня кожа начинает блестеть. Здесь такого нет. В принципе, достаточно матовое лицо. До сих пор. А время сейчас ровно 9 часов вечера. Нанесла я его прям-таки днем, до обеда. Я плюсую, плюсую этому сисикрему. Мне он понравился. Поэтому все, ребятки, на этом мой ролик кончается. Я надеюсь, что он вам понравился. Поддержите меня пальчиком вверх, если хотите больше и больше различных тестов. И увидимся с вами скоро. Пока!